В эфире новости Красноармейска. С вами Владимир Комаров. Здравствуйте. Какие инициативы достойны награды? Жители Красноармейска защитили проекты на премию «Наши Подмосковья». Изменения на дорогах Красноармейска. На проспекте испытателей заработал новый светофор. Новые горки и качели. В микрорайоне Северном установили детскую площадку по программе губернатора Подмосковья. Депутат Государственной Думы посетил Красноармейск. О цели его визита подробнее расскажет Валентина Андреева. В конце прошлой недели в медсанчасти состоялась рабочая встреча с депутатом Государственной Думы Гаджиметом Сафралиевым. Главные вопросы, вынесенные на обсуждение, касались тем образования и здравоохранения в городе. Также на встрече присутствовали исполняющие обязанности главы администрации Красноармейска Кирилл Тимошков, его заместитель Марина Козлова и исполняющие обязанности начальника медсанчасти Григорий Флакс. Результатом встречи стала договоренность о перспективе сотрудничества. Для нас сегодня большая честь. У нас сегодня приехал депутат Государственной Думы Сафралиев Гаджимет Киримович. Он приехал в наш город, посмотрел его, встретился с главой администрации, замглавы администрации по социальным вопросам. Мы проводили встречу и обсуждали вопросы развития здравоохранения, образования города, проблемы, которые есть. Говорили о том, что надо развивать эти направления и многие планы, которые мы наметили сегодня, я думаю, они будут реализованы. Для жителей города хотел сказать еще раз Гаджимету Киримовичу большое спасибо и Кириллу Александровичу, что мы сегодня собрались в медсанчасти и обсудили ее проблемы, проблемы развития здравоохранения в частности и образования. С учетом того, что медсанчасть является градообразующей и у нас есть здравпункты во всех детских отдах и школах города, то для нас эти проблемы, они неделимы. И поэтому я думаю, что сегодняшний день для нас исторический и очень важный. Поэтому я думаю, что успех у нас впереди. И те задачи, которые мы поставили, те обещания, о которых мы говорили, мы обязательно выполним совместно с администрацией города. Медицинское обслуживание, оно не должно отличаться столичное, не столичное. Во всей стране оно должно быть одинаковым. Неважно, это село, город или Москва. Вот в этом плане, я думаю, надо и работать, и думать. И как бы, получив определенную информацию, я думаю, мы будем как-то содействовать главе муниципального образования, самому муниципальному образованию, для того, чтобы развивали те учреждения медицинской направленности, образовательной направленности, для того, чтобы люди получали хорошее образование, хорошую медицинскую обслугу, находясь не обязательно в столице. Я думаю так, надо посмотреть, что из себя представляет вот это среднее образование. Обеспеченность среднего образования, оборудование, какими-то дополнительными вещами, это раз. Второе, спортивная, но это, я знаю, общая идея была, она и партия «Единая Россия», и, значит, в целом принимались такие программы, что в каждой школе спортивная площадка. И здоровый образ жизни – это очень важно для всех наших граждан. Поэтому мы сейчас посмотрим, давайте изучим поглубже, посмотрим. Если где нет, будем, ну, в хорошем смысле лоббировать для Красноармейска создание спортивных площадок. Ну, может, конечно, не все школы сразу. Может, какой-то блоковый вариант, кустовой вариант. Ну, в принципе, это вполне реально. Эту площадку ждали 30 лет. Во дворе дома номер 28 по микроюну Северному установили новую площадку по программе губернатора. Первыми и главными экспертами стали дети. То, что здесь будет новая детская площадка, решили еще в марте. Жители давно просили об этом. Детские горки и качели во дворе дома 28 по микроюну Северному не обновляли с 80-х годов прошлого века. И вот новая площадка моря по программе губернатора Московской области построена. Ну, конечно, мы очень довольны, потому что есть где детям поиграть на самом деле, поразвлекаться. Дети счастливы. Сделали неправильный вход. Тут машины ездят, дети ходят. Хоть бы с какой стороны, где машины не ездят. А вы скажите, как вам сама площадка? Ну, хорошая, нормальная. Чего сказать-то, да, Татьяна? Нет, конечно, хорошая. Нравится. Площадка хорошая. И тут и спортивная есть отдельная. Да, тренажеры разные. Можно позаниматься, потом отдохнуть и покататься где-нибудь на горках, на качелях. Мне нравится паутина и вот эти качели. Мне вон те качели и вот этот паутина. Время мы хуже проводили, чем сейчас время. А почему хуже? Ну, потому что такой площадки клёвы не было. Да. Площадка новая, хорошо, очень красивая, очень качественно обустроенная. Единственное, ну, судя по количеству населения, требуется, ну, большие объёмы, наверное, потому что граждане с детьми вынуждены слишком плотно здесь находиться. Но, в принципе, она красивая, она современная, она качественная. На площади 450 квадратных метров установили детские игровые конструкции и спортивные тренажёры. Остались последние штрихи. Вскоре здесь должны постелить резиновое покрытие, установить освещение и видеонаблюдение. На этой неделе медсанчасть 154 и Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии города Пензы подписали соглашение. Это позволит жителям Красноармейска сделать операцию на сердце в одной из лучших клиник страны бесплатно. Подробности далее. Плановые операции на сердце благодаря соглашению между лечебными учреждениями Красноармейской и Пензы теперь можно будет провести в ведущем центре России бесплатно. В нашей больнице имеется оборудование, чтобы провести диагностику и поставить диагноз, но на дальнейшее лечение лучше отправляться в специализированную клинику. Жители нашего города получат возможность обследоваться и лечиться в кардиоцентре города Пенза по государственным квотам. Но прежде чем они смогут попасть в кардиоцентр, наши специалисты могут поставить правильный диагноз. У нас для этого есть прекрасное медсанчастие оборудования экспертного класса. Мы сейчас находимся с вами в кабинете ЭХА, где проводится исследование сердца. И при необходимости мы можем пациентов своих направлять в федеральный центр, как я уже говорил. И, соответственно, у нас взаимный идет научный практический обмен, поэтому пациентов с кардиоцентром мы можем брать себе на обслуживание, на реабилитацию, на лечение, по другим нозологиям, потому что в нашей медсанчасти достаточно более 100 видов медицинской помощи. Клиника европейского уровня, результаты у нас очень хорошие. И будем очень рады оказать методическое сопровождение и любые виды сотрудничества с медсанчастью. По словам заместителя главврача Дмитрия Шутова, если обратиться к статистике, то в среднем на 25 тысяч жителей в год приходится порядка 30 операций. Ежегодно в Пензенском центре проводится порядка 6 тысяч операций. Так что если к их числу прибавить около 30 пациентов из Красноармейска, то на нагрузку центра это не слишком повлияет. Будут выделены квоты для жителей города Красноармейск на лечение заболеваний сердца и сосудов. Важная веха в развитии нашего города. Все это происходит благодаря четкой политике губернатора Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву и при его поддержке. Вы сами понимаете, что пообщавшись с докторами, вы поняли, насколько важно и судьбоносно это для нашего города. У нас нет такого оборудования, которым обладает кардиоцентр в Пензе. И я думаю, что наши жители уже в ближайшее время почувствуют возможности реализации этого соглашения сами на себе. Я думаю, что уже первые наши пациенты смогут по этой квоте поехать в Пензу и пройти достойное лечение. Отметим, что пациенты из Красноармейска по-прежнему смогут проходить лечение в близлежащих медицинских центрах. И с острыми случаями больные будут направляться в больницы Москвы и области. Соглашение с Пензенским центром сделает возможным получение квоты в ведущий центр страны. В этот же день в медсанчасти 154 прошла конференция на тему «Актуальные вопросы развития нефрологии и гемодиализной помощи в городе Красноармейск». Об итогах доложили исполняющему обязанности главы администрации Кириллу Тимошкову. В Красноармейске проживает 5 человек, которым 3 раза в неделю необходимо ездить на гемодиализ. Для этого выделяется одна бригада скорой помощи. Центр современный, центр большой, как бы правильно сказали, он открылся в августе 2017 года. И в центре достаточно аппарата для того, чтобы принять 120 гемодиализовых больных. Поэтому пока больные из Красноармейска ездят и будут ездить в город Пушкино. Если вдруг по каким причинам мест станет не хватать и за какое-то время понадобится расширять диализную помощь в данном районе, то в принципе здесь представители, которые хорошо знают эту проблему, которые хорошо знают, как это сделать, это будет сделано. Пока целесообразности строить в Красноармейский центр диализа нет. Поэтому в ходе встречи отдельно поднимался вопрос о создании 3-й бригады скорой помощи для обслуживания населения. В Красноармейске прошла защита проектов на премию губернатора «Наша Подмосковья». От нашего города в этом году подали 35 проектов. Подробности далее. Защита проектов проходила в городском дворце культуры 13 июля и продолжалась более 4-х часов. Комиссия, которую возглавила представитель главного управления социальных коммуникаций Московской области Марина Иванчей, познакомилась с авторами более 20 проектов. Их темы очень разнообразны. От создания моделей знаменитого советского танка Т-34 до организации перепелинной фермы. Традиционно больше всего соискателей выступает от дошкольных образовательных учреждений. Среди проектов есть немало творческих и по-настоящему полезных работ. Большое внимание в Красноармейске уделяют патриотическому воспитанию. С такими проектами выступили учителя школы номер 3 и школы номер 4. На базе нашей школы создан и работает поисковый клуб «Патриот», который активно ведет просветительскую и поисковую работу. Хотя война и закончилась, но еще не все найденные солдаты, которые погибли во время Великой Отечественной войны. И наша задача сейчас помочь тем семьям, которые потеряли своих родных, увековечить их память. Яркие, интересные проекты, посвященные досугу горожан, реализуют в Красноармейске учреждения культуры. Поскольку в нашем городе очень мало площадок для ветеранов и пенсионеров, где бы они могли не просто повстречаться, но и активно провести время. И мы к этому проекту подключили волонтеров из спортивно-танцевального клуба «Бального танца» «Алтинский квартал», которые присоединились к этому проекту. Актуальной для города является и тема спорта. Многие энтузиасты развивают это направление, вкладывая силы, время и деньги. Но есть и поклонники настольных игр. Реализация настольных игр помогает отвлечься от компьютера и игр, за ним проводить время в компании единомышленников, а также получать новые навыки, например, как по покраске миниатюра-приемник кистью или аэрографом. Среди представленных проектов было немало достойных премий губернатора. Но главной задачей для комиссии в этот день было познакомиться с авторами и исключить возможные фейки, говоря по-русски фальшивки. В Красноармейске таких не было. Познакомиться с проектами можно на сайте премии «Наше Подмосковье». Косить траву в городе собираются с помощью спецтехники, а пока косят с помощью ручных газонокосилок. Когда обещают горожанам подстриженный газон, узнаете из нашего сюжета. Проблема нескошенной травы в Красноармейске по традиции назрела к середине июля. Косильщики работают целыми днями, а густых бурьянов хватает по всему городу. На прошлой неделе в редакцию поступили несколько жалоб от местных жителей. Такой коридор, как в джунглях. Ну вот, если что. Вот такая трава. За пятиметровую зону у домов отвечают управляющие компании. Вдоль главной городской дороги скашивать траву должны подрядчики Мосавтодора. По косам остальных территорий занимается МБУ городское хозяйство. Так что фронт работы у этой организации довольно большой. И рук явно не хватает. На весь город всего три косильщика. Но скоро ситуация должна измениться. Планируется, что в течение месяца траву начнут косить с помощью спецтехники. Техническая документация вся у нас готова. Все в электронном магазине. Скоро закупимся. И будет намного проще. То есть большие площадя будем косить механизированно. А дальше ручники будут добирать. То есть, где не может подъехать трактор. Сейчас в МБУ городское хозяйство есть два трактора. К осени ждут еще два. Работники уверены, что с помощью спецтехники содержать в порядке городские территории будет легче. Новый светофор на проспекте испытателей, который установили еще в марте, наконец заработал. Какие еще изменения ждут на дорогах автомобилистов и пешеходов, узнаете из нашего сюжета. Привычку, сложившуюся за долгие годы, придется забыть. На прошлой неделе заработал светофор, установленный на проспекте испытателей. Рядом с остановкой микрорайон Северный. Почему светофор был установлен именно в этом месте, нашему телеканалу рассказал госинспектор, майор полиции Александр Ульянов. Данный светофор является пешеходным, вызывного типа. Работает очень просто. Для того, чтобы его включить, необходимо подойти, нажать кнопочку. Давайте это сделаем. Давайте. Показываю. Очень просто все. Нажимаем и через несколько секунд он срабатывает. Пошел обратный отсчет, через 33 секунды он включится. 33 секунды, да? Ну, тут в зависимости, как часто будешь включать. То есть, сразу он не включится. Для водителя должен пройти определенный период времени. Вот, он все заработал. Стофор с специальным сигналом для слабовидящих пешеходов. В дальнейшем будет здесь оборудовано пешеходное ограждение, обновлена разметка. Данный стофор установлен в рамках программы Московской области по обеспечению безопасности дорожного движения. Эта дорога вошла в эту программу, поскольку здесь бывали у нас случаи наездов на пешеходов. Поэтому было решено установить здесь стофор. Пешеходный переход, который находится в 50 метрах от этого пешеходного перехода, будет демонтирован, потому что он не соответствует нормативным требованиям. В настоящее время он опасен, потому что выходит непосредственно на стоянку. То есть, здесь есть нарушение норм в области обеспечения безопасности дорожного движения. Там будет оборудовано пешеходное ограждение, сделан соответствующий тротуар широкий, для того, чтобы пешеходы могли подходить с поводом к этому стофору. И здесь будет более безопасно приходить проезжую часть. Об устройствах нового тротуара и ограждений будет заниматься компания Мосавтодор. Работы будут проведены до конца года. Еще одно изменение вскоре должно произойти на главной городской дороге. В социальных сетях сейчас ведутся споры относительно знака «Движение без остановки запрещено», установленного на железнодорожном переезде. Кто прав, узнали у госинспектора. По существующим нормам ГОСТом данный знак 2.5 не устанавливается на железнодорожных переездах оборудованной сфетофорной сигнализацией. В связи с чем в адрес владельца дороги железнодорожного переезда было выдано предписание на демонтаж этого знака. Я думаю, что в скором времени его демонтируют. А вот как вы считаете, действительно он находится не на своем месте? И не повлияет ли это на аварийность, что ли, на этом участке дороги? Ну, данный железнодорожный переезд вообще по своей специфике не соответствует нормам. В связи с тем, что здесь ограничена видимость для водителей, в том числе и для машинистов тепловозов, которые здесь осуществляют движение. По норме видимость в обе стороны должна быть не менее 1000 метров. Здесь, в левую сторону, со стороны ехать проспекта испытателей, в лучшем случае 20 метров видимость. Поэтому в свое время и был установлен дорожный знак 2.5. На данном железнодорожном переезде было несколько аварий с пострадавшими, в том числе и с смертельным исходом. Знак вскоре демонтируют. Однако многие специалисты, включая преподавателей автошколы, считают, что знак движения без остановки запрещено на этом участке необходим. Он дополнительно привлекает внимание водителей к ЖД-переезду и обеспечивает безопасность. На территории Дома культуры имени Ленина уже в третий раз испортили щит с правилами посещения скейт-парка. Как защитить общественные места от вандалов, расскажем в нашем сюжете. Работники Дома культуры имени Ленина заказали уже третий стенд с правилами скейт-парка. Первый подожгли, второй изрисовали, и вот снова стенд испорчен. Работники Дома культуры стараются обустроить нашу зону отдыха, принимаются меры для безопасного посещения детей и подростков нашего скейт-парка. Для занятий спортом. Но, к сожалению, вы знаете, очень расстраивает недобросовестное отношение некоторых граждан, которые портят внешний вид нашей информационной таблички и вообще наносят ущерб нашему учреждению. Нецензурными надписями покрыты все конструкции парка. Но это не главная проблема. Некоторым ребятам мало парка, и они прыгают на скейтах и велосипедах у запасного выхода. В который раз разбили гранитную плитку. Пришлось выход оградить. Работники Дома культуры согласны, что скейт-парку не хватает видеонаблюдения. Но установить там камеру по программе «Безопасный регион» пока невозможно. Есть и другой вариант. Обратиться в фирму «Диалог К». Здесь предлагают услугу аренда видеонаблюдения. Сама камера, ее установка, подключение и обслуживание бесплатно. Стоимость услуги, в зависимости от тарифа, от 300 до 900 рублей в месяц. Как показывает практика, под видеокамерами люди следят за своим поведением. Несколько лет назад на недостроенном корпусе на улице Морозова пострадал ребенок. И многие родители начали бояться за своих детей. На прошлой неделе начали снос опасных руин. Пожалуй, этого события долго ждали жители улицы Морозова. Наконец, рабочие приступили к сносу недостроенного корпуса Мороза-18. Горожане уже давно требовали снести развалины. А на их месте построить магазин. Поскольку для домов в этой части улицы торговых точек в шаговой доступности просто нет. На прошлой неделе на объекте начались работы по демонтажу опасных конструкций. Их проводит компания «Вестлайн». Орден на проведение работ открыт с 1 июля по 31 августа. И по информации, которую нам сообщили в отделе жилищной политики и градостроительной деятельности, здесь планируется строительство двухэтажного торгового центра. Далее выпуск продолжит моя коллега Юлия Репина. А я с вами прощаюсь. До свидания. Здравствуйте, с вами Юлия Репина. И теперь о новостях культуры и спорта. Рев моторов и гул двигателей. Тяжелые автомобили с легкостью преодолевают препятствия. В окрестностях Красноармейска прошло соревнование, организованное внедорожным клубом «Гранд Трофи». Два, один, пошел! Экстремальное автомобильное соревнование «Джип Триал» впервые прошло на территории Красноармейска. Трассу расположили на пустыре за грабарями. На первые красноармейские соревнования съехались участники из Московской области и из более отдаленных городов. Приехало очень много людей из Твери, из Москвы, Фриазино, Фрианово и ближайшего района, Красноармейск и прилегающие районы. Набралось порядка 14-13 экипажей. Ну, сейчас начнем, помолясь. А вы в Красноармейске уже были? Нет. И что скажете? Замечательная трасса, замечательный ландшафт. Есть где разгуляться. И как подготовленным автомобилем, так и стандарту, так и оригиналу. То есть будет весело. Сейчас все увидите сами. Цель соревнования – пройти трассу на время, не задевая специальные ворота. За нарушение или снос ворот назначаются штрафные баллы. Внедорожник проходит огороженную специальную секцию в воротах с определенной последовательностью. Ну и чем лучше он пройдет, тем лучше. Для участников подготовили две трассы. Одна попроще – для оригиналов, то есть для заводских машин. Вторая – для машин подготовленных. Здесь препятствие особой сложности. Препятствие здесь естественное. В таком, ну, практически в таком состоянии этот карьер был. Единственное, что немножко убрали мусор, потому что было достаточно загаженное место. Пригнали технику, руками собирали, убрали на любой порядок. А сколько ушло на подготовку? Неделя. Расскажите, как прошли дистанцию? Ну, отлично. Трасса достаточно интересная. Было несколько ошибок. В третьих воротах коснулись вешки. Не совсем правильно траекторию выбрали. По четвертых воротах они увидели и провалились в яму, но я метра их хватило, поэтому все хорошо. Организаторы обещают, что и дальше будут проводить джип-триал в Красноармейске. В следующих соревнованиях будет еще больше участников и более серьезный призовой фонд. Спортивный праздник завершился. Чемпионат мира по футболу подошел к концу. Миллионы людей по всей планете, затаив дыхание, следили за трансляциями из России. А как чемпионат мира смотрели жители Красноармейска? И как поддерживали нашу сборную? Это мы решили узнать, выйдя на улицы города. Нам очень понравился чемпионат. Мы болели за Россию. И на самом деле мы рады за нашу сборную. Но, конечно, обидно, что они проиграли. Хотя они для нас чемпионы. Да, для России они чемпионы. Мы гордимся. Мне очень понравилось то, что поставили Анну Кенфееву на вороты. То, что он вратарь. Он хорошо защищал наши ворота. Когда я смотрела игру с Хорватией, я очень переживала. Ну, я на самом деле нервный человек. Я не смогла сдержать эмоции. Я пошла к себе в комнату. И под окном, под моим, вот под этим, народ очень сильно кричал. И я сразу приходила к маме в комнату и говорила, мам, что, забили? Мама такая, да, забили. А когда последний гол был, под окном все ревели, рыдали. Я пришла к маме и говорю, проиграли. Мама такая, проиграли. Я слышал, да, да. С 21-го раз слышал, как там орут. Так что, я не смотрю в футбол. Мне нет, двойственное, абсолютно двойственное. Во-первых, так не бывает. Как-то все это, на мой взгляд, когда я смотрел, мне казалось, что как будто все подстроено. Наши молодцы. Боролись, достойно боролись. Ну, да, обидно. Надеемся, что в следующий раз пройдем дальше. И, может быть, даже победим. Был на Волге. Хотел, думал, отдохнуть этих болельщиков, которые болельщики. И там они меня достали. До 4 утра орали. Россия! Россия! В армии никто служить не хочет. А вот это вот патриотические вопли орать орали. И, во-первых, меня еще тоже бесит, что этим чемпионатом прикрыли вот это издевательство на любви насчет пенсионной реформы. С удовольствием смотрел. Самому не удалось, конечно, съездить. А так смотрел, болел за наших. Так что все хорошо. Наши ведь все равно вылетели. Ну, вылетели. Ну, что, все равно. А сыграли все равно хорошо. Сыграли прекрасно. Так что поздравляю наших футболистов, наших болельщиков. Я все матчи практически смотрел. За нашу Россию очень сильно переживал. И доволен выступлением. Очень сильно доволен. Я думаю, что вся страна доволен. Рекорд поставили. Еще никто не выходил. Никогда. Ни из группы, ни в одну восьмую никто не попадал. Я результатом полным доволен. Ну, может быть, и Харатов был и обыгрывать, конечно. Да, да, смотрели. Молодец Россия. Я не смотрел чемпионат мира. И мне без разницы, кто там выиграл. Да? Да. А почему? Ну, я не люблю футбол. Я люблю хоккей. Я против профессионального спорта. Ну, вообще не очень. За детский спорт, за юношеский спорт. Чтобы эти профессионалы, я считаю, что инженеры, ученые, рабочие должны получать больше, чем эти футболы. А также и про эту попсу. Сыграли очень хорошо. Спасибо. В целом, вы довольны? Очень. Уровень нашей игры не соответствует тому результату, которого мы добились. Все равно это же было событие. Нет, это было событие, да. Здорово для страны, для государства. Ну, как бы... Вы на большее не рассчитывали? Нет, я на большее, честно, не рассчитывал. Я в курсе новостей, да. Знаю, что наши вышли в четвертьфинал. Но, к сожалению, дальше не прошли. Вообще, честно говоря, для них это большой подвиг, что сплотились и дошли до такого места, такое событие вообще. Ну, это благодаря, конечно, поддержке вообще нашей сплоченности и большой России. Я думаю, что только благодаря им. Потому что, когда на трибунах так скандируют, невозможно просто стоять на поле и ничего не делать. Очень сильно разочаровался. И мы же прошли так далеко. Ожидал победу. Ожидал то, что до финала дойдут. Ни одного не смотрел, а я не смотрю и не тянет. Ну, не знаю, нет. Я даже не знаю, кто с кем и кто, когда и то выиграл. Я всю жизнь болельщик. Здесь еще мальчишка играл в футбол за фабришком. Вот такого, чтобы было в России такое-такое, чтобы все так болели. Это сделали национальный праздник. Представляете, у нас старушки у меня во дворе и топлив. А Борис Борисович, а какой завтра будет? Я говорю, вот какой. Представьте, что такое сделать. Это все благодаря нашему Путину. Это он все сделал. Молодец, хороший. Ну, а наших футболистов... О, это за 32 года они показали впервые футбол. Если мне этот промах 11-метровый, еще не важно. Может быть, они играли 15-го и в финале. Я так вот, это мое мнение. Если мне этот промах. Обидно, конечно, ничего. Но, действительно, наши в этом году, действительно, показали отличный футбол. Футбол Черчесов поднял. Ну, не один он, но поднял. Так что, многие, это самое, не видели нас, группу, в этом самом, плей-офф. Но факт тот, что вышли и потом еще за счет грамотной тактики Черчесова обыграли испанцев, ну, это вообще красота. Черчесов, тренер, конечно, классный. У российского футбола есть будущее? Конечно, конечно. Ну, мы были рады, что наши хотя бы добились чего-то, а не как обычно. Хотя бы до четверти дошли. И вышли они красиво на пенальти. Так что наши молодцы в этом плане, в этом году. Ну, ваши эмоции до того, как мы вылетели, вообще надеялись на победу? На победу, да. В этот раз, да. Я этим не болею. У меня свои проблемы. Ну, в этот раз действительно далеко, по сравнению с теми годами. Хотя, еще раз говорю, я не специалист по футболу. Когда крут на чемпионаты, я смотрю. А так, молодцы. На победу надеялись? Ну, конечно. Тем более, хорваты играют в финале, все-таки с командой-то сильной попали. То есть, молодцы, что еще сказать. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. И напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, и вы всегда будете в курсе городской жизни. Субтитры сделал DimaTorzok